Привет! С вами снова Павел Чар. Вот скажите, где для вас еще покажут начинку раритетного 728 спектра видео? Сейчас я в гостях у коллекционера старых компьютеров и редкой техники Дмитрия. Да, это тот самый Дмитрий из Москвы, который для передач Бачила присылал иногда экспонаты. Спросите, как же я с ним познакомился? Да, в общем-то, случайно. Когда я искал информацию по MSX в интернете, наткнулся на видео про модификацию. В комментариях завязалась беседа и, слово за слово, мы подружились. Дмитрий подсказал, что можно купить MSX в барахолке одного форума и пообещал, что поможет мне модифицировать этот компьютер. Дело в том, что обладателей сего агрегата у нас в стране мало, а платформа незаслуженно обделена вниманием. И поэтому товарищ по интересам никогда лишним не будет. И вот, спустя некоторое время, я заехал к Дмитрию и там вдруг обмолвился, что может сниму про MSX видео. Тут, как из рога изобилия, из шкафов появились интересные агрегаты и я понял, что видео действительно быть. Чтобы получить представление о разнообразии различных модификаций и интересных штуковин, нужно вспомнить, что MSX это полноценный компьютер. Однажды, в начале 80-х, хитрые японцы договорились разработать единый стандарт для бытовых компьютеров. Сидели-сидели и придумали MSX на распространенном тогда процессоре Zilog Z80. И сейчас для него существует своя операционка, звуковые карты, MSX может выходить в интернет и играть музыку 68-го шарпа. Кстати, вот перед вами редкий экземпляр. 805-я, учительская Yamaha. Стоит она сейчас более 60 тысяч рублей в самом плохом состоянии, но даже с деньгами ее еще поискать. Она входила в школьный комплект учебной вычислительной техники, то есть сокращенно QVT. Означалась двумя дисководами и предназначалась только учителям. Так что она встречается редко, да и владельцы, как правило, понимают ее ценность. Я заехал, чтобы прокачать свой MSX2 до стандарта MSX2+, а заодно поставить звуковуху FM-пак. Впрочем, технической стороны касаться не буду. Подробное видео есть на канале Дмитрия. Думаю, для дальнейшего рассказа стоит обратить внимание на биографию выдающегося советского ученого в области автоматизации, Бориса Николаевича Наумова. В конце 50-х Наумов читал лекции в Массачусетском технологическом институте и встречался там с основоположником кибернетики Норбертом Виннером. В 70-х годах Наумов занимается проблемой создания семейств модульных ЭВМ для организации нового крупносерийного производства. Прежняя практика, когда все этапы сборки выполнялись последовательно в одном месте, не годилась. Для решения ученый предложил такую концепцию. Во-первых, принять существующие стандарты ведущих ЭВМ. Во-вторых, работы по сборке впредь проводить одновременно десятками предприятий. Каждая отвечает за конкретную деталь, затем все собирается воедино. Получился конвейер во всесоюзных масштабах. Борис Николаевич за свою концепцию был удостоен государственной премии СССР в области науки и техники. И вот в 83-м году в Советском Союзе создается Институт проблем информатики, а директором назначается наш знакомый. Под руководством Наумова разрабатывается ответ на японскую стратегическую программу создания ЭВМ пятого поколения. Недаром в начале 85-го года в СССР проводится конкурс на заключение контракта на поставку компьютеров для образования. Среди прочих были представлены BBC Micro, Синклеровский Спектрум, 64-й Комодор и 128-й Сфлоппи, а также Yamaha MSX. Была в то время ассоциация японо-советской торговли. Состояла она из мелких и средних предпринимателей, которые хотели пошатнуть положение японских монополистов на советском рынке. Представитель такой торгово-последнической фирмы подарил Институту проблем информатики более 20 новеньких, приятных и толковых Yamaha MSX, поражающих после нерасторопных советских ЭВМ. После ознакомления с этими машинами, Yamaha был предъявлен список доработок, в частности, надежность и удобство клавиатуры. Все требования японцы выполнили. К тому времени сотрудники Института получили опыт работы на Yamaha и не хотели терять первенство и наработки. Подозреваю, что это сильно повлияло на выбор среди конкурсантов Yamaha. Вот вам модульность и изучение новейших разработок конкурентов. Давайте перенесемся в Белоруссию. По счастливому стечению обстоятельств, мой друг Александр занимался в классе с Yamaha и до сих пор хранит рабочую тетрадь. Занятия были дополнительными и проводились во Дворце Пионеров. Групп было несколько и ребята соревновались между собой, кто лучше, кто больше знает. И сейчас в Бресте осталось это красивое здание. Построенное по проекту московских архитекторов в виде пионерского костра. Преподавательский состав сильный. Многие здесь занимались в детстве и работают по призванию, передавая накопленные знания молодому поколению. Все обучение финансируется за счет государства. Поэтому ежегодно на день открытых дверей родители с удовольствием приводят детей для занятий в кружках. Я попросил снять Дворец Пионеров и класс сейчас, чтобы представить, как было тогда. Навсегда ученикам тех лет врезались в память торжественные линейки и классы с новеньким оборудованием. MSX опередили время. Сходные по мультимедийным параметрам компьютеры появились в годы с 95-го. Ямаха сама подталкивала к учебе. Засев за нее и начав с бейсика, ребята до многого доходили своим умом, познавали ассемблер. Изучив досконально возможности машин, они учились писать эффективный код, компактный и быстрый, выжимающий все соки из аппаратуры. Это бесценный опыт и ощущения. И после уже можно писать для любого компа. Конечно, не все было так радужно. Насколько мне известно, в Дальневосточном университете разработали огромный объем программ. Но энтузиазм разработчиков паутих, когда вместо благодарности инструментальных компов для работы, они получили фигу. Так и отдавали комплекты в школы. Без программ, без методик обучения, MSX так и не раскрыл свой потенциал. Не получил должного развития. Не будем о грустном. Вот я вернулся домой. И покажу свою Ямашку подробнее. Переделано многое. Перепрошита схема с ПЗУ. Изменен системный шрифт и комбинация для переключения раскладки. Расширена память до 1 мегабайта. И добавлена звуковуха FM-пак. Заменен видеочип. До полного соответствия требованиям к MSX 2 Plus не хватает только дисковода. Но это все решается самодельным контроллером дисков. Я захватил у Дмитрия несколько картриджей для съемок. Вот ультима. Давайте-ка откроем ее и посмотрим на содержимое. Так, а на чем мы будем играть? Неужели только на клавиатуре? Нет, для геймпадов у MSX предназначен два распространенных разъема. Которые были и у Atari, и у Sega. Поэтому контроллеры от этих систем подойдут. Например, геймпад от Megadrive. Крестовина и одна кнопка работают изначально. А чтобы работали обе клавиши B и A, нужно немножко его переделать, перекинув проводок на другой контакт. Обратите внимание, тут еще старый логотип Konami с загнутой ножкой. 1984 год, как-никак. Позже вышла игра про приключения пингвина, ставшая первой для Кодзимы. У Кодзимы вообще на эту платформу много хитов. Надо добавить, что у MSX два разъема под картриджи. Это сделано для того, чтобы в один из слотов можно было воткнуть расширение. При установке некоторых игр в паре со звуковым модулем, который тоже выглядит как картридж, открываются бонусы. Бесконечные продолжения, например. Игры появлялись не только на картриджах, а были еще и на кассетах, как в спектруме. Загружались аналогично, с кассетного магнитофона. Сейчас есть проект, который позволяет запускать такие небольшие игры с mp3 плеера. Достаточно лишь спаять простой переходник. Так что первое время можно обойтись без картриджей вовсе. Для вашего удобства небольшая подборка популярных игр. Только сделаю важное замечание. В рамках этого видео я говорю лишь про игры на картриджах. Шикарнейшая игра с великолепным звуком, который возможен благодаря особому звуковому чипу в картридже. Казалось бы, в Формулу-1 все ясно, но здесь есть разные типы гонок. Например, гонки на выносливость или мои любимые раллийные трассы. Сложность зависит от выбранной машины. Помимо готовых вариантов автомобиля, можно взять свою комбинацию двигателя, шин, подвески. Столкновения с противниками практически фатальны. Вылетая на обочину, вы теряете драгоценное время и топливо. Топливо здесь нужно расходовать с умом, думать, когда заехать в пидстоп. Также снашиваются покрышки и управлять машиной становится трудно. Очень сложно проехать с первого раза. Шутки ради, попробуйте запустить эту игру и поймете, что не все так просто, как кажется на экране. Потребуется филигранная точность нажатий, безошибочное знание уровней и выдержка. Всем рекомендую. Все любят кастлу, ну вот, незнакомый вариант. Даже называется по старинке. Она не так линейна, как версия Famicom. Можно долго исследовать уровни ища секреты. Также имеются небольшие отличия по графике и цветовой палитре. Знакомая музыка звучит чуть лучше. Сложность высокая, прохождение действительно станет испытанием. Для любителей этой серии проходить мимо просто преступление. Эксклюзивом приключения этого милого дракончика точно не назовешь. Но хит ведь? Знай себе, лови врагов и пузыри, да лопай вкуснятину. И это чертовски увлекательно. Управление отзывчивое, сложность быстро нарастает. Одна из тех игр, в которую можно играть и пять минут, и час, в зависимости от свободного времени. Поначалу потребуется привыкнуть к механике, понять, что мана быстро заканчивается, а от падений с высоты наносится урон. Есть возможность выбрать разных персонажей. Каждый имеет свои особенности. Для продвижения надо найти особые предметы и использовать их. Между тем, механика и графика приятные. Многие знают эту игру с NES. Играем за синий шарик Лоло, который спасает, как и положено, принцессу розовый шарик Лоло. В отличии от простоты сюжета, игра заставит проскинуть мозгами. Наверное, это и привлекает к ней игроков, решивших на время отдохнуть от других жанров. А вот, довольно популярный Зельдаклон. И клон сразу нескольких частей. Подземелья довольно линейные, но добавляют некоторое разнообразие. Надо сказать, что игра вышла первоначально как красный MSX. Так что перед нами оригинал. Сюжет стандартный. Принцесса пошла искать лекарства для отца. Будто во всем королевстве этим заняться некому. Теперь вот принцессу спасать. Ах, шмапы, шмапы. Наверное, специально для таких вредин, как я, к Анаме пошутили. Если вставить игру про приключения пингвина в другой игровой слот, одновременно с Градиусом, то вместо космического корабля будет... Эээ, космический пингвин. Специально не стал показывать. Как говорится, хочешь верь, не хочешь проверь. Что за напасть такая? Ладно, этот шмап хотя бы эксклюзив. Выглядит и играется интереснее. Наверное, потому что игра специально создавалась под платформу. И полностью оптимизировалась под нее. Кстати, корабль на обложке сделан в виде рыбы луны. О чем думали японцы? Может рыбу выбрали, потому что выпускает до 300 миллионов икринок? Или потому что рефлекторно засасывает любой корм? Надо у любителей жанра спросить. Головоломка про археолога, который в египетской долине царей ищет сокровища. 60 уровней, на которых надо решать загадки и уходить от врагов, используя различные инструменты. Сверла, кирки, молот и лопаты. Беглое знакомство показало, что игра хорошая. Занимательное смешение платформера с головоломкой. Это целая серия про рыцаря в сияющих доспехах, причем каждая часть отдельный жанр. Мне нравится средневековая тематика, особенно под такую зажигательную музыку. Враги, всякие скелетики, летучие мыши. Но это тоже лучше, чем космические корабли или тараканы, как у других представителей жанра. Не люблю шмапы, но этот пройду. Бонусы соответствующие. Мечи, стрелы, бумеранги и так далее. А также щит или увеличение скорости. Вторая часть. Хорошая приключенческая игра в том же средневековом мире. Путешествуем по огромному замку с ловушками. Наверное, надо обладать хорошей памятью или запастись карандашом с бумагой, чтобы составить карту. Мне очень нравится, как тут все выглядит. Сразу ощущаешь, что на дворе 87-й год, а программисты и художники талантливо борются с техническими ограничениями. Вот подоспела аркадная классика. Сидел я, перебирал игры для обзора, включил ее и отвлекся минут на 20. Начинаем в гористой местности. Идем в замок. Простенькая, но запоминающаяся музыка сопровождает битвы. Мелодий мало, но они идеально передают атмосферу. Врагов тут получище. Мы встретимся с гарпиями, гидрами, кентаврами, скелетами и рептилиями. Из них выпадает оружие, драгоценности. Например, кольцо ускоряет героя. Варвар прорисован отлично и детально. А врагов сделали одноцветными. Но при этом они тоже узнаваемы. Повсюду расставлены ловушки, заставляющие сосредоточиться. Если говорить про управление, то непривычно делать высокие прыжки. Но в целом привыкнуть можно. И тогда от игры получаешь истинное наслаждение. Во всяком случае, мне она очень нравится. Первое задание Снейка. Отправленного на уничтожение новейшего оружия. Все знают эту игру, сильно повлиявшую на развитие стелс-жанра. Но как-то забывают, что она впервые появилась на MSX. В ней отказались от перестрелок и сделали упор на избегание встреч с противником. Звук, как и принято у Канами, образцовый. Созданием руководил Кодзима. А версию NES он не признает. Над музыкой работал молодой японский композитор Сайто. Особенно впечатляющими получились первые уровни. С оптимистично жутковатыми нотками. Столько грусти. Это, видимо, связано с болезнью композитора. Он хотел успеть как можно больше. К сожалению, парень умер от почечной недостаточности в 22 года. Играем мы за душу, которая не может найти себе покоя в загробном мире. И решает выяснить, почему. Очень забавно разбираться с врагами. Надо повернуться к ним и ударить задней стороной. Также у нас есть помощник. Маленький болотный огонек, который может на время задержать противников на месте. Графика отличная. Есть разные бонусы и боссы. Незаслуженно забытый эксклюзив. Идеально сочетающий битэмап из кросс-шутер. Волшебная игра. Выразительная музыка. Моя любимица на платформе. Хотя эмулятор позволяет настроить картинку и даже задать цвет свечения и тип помех, ощущения иные. Мой EIZO 3010 монохромный монитор с зеленым цветом свечения. Он показывает очень четкую картинку, которая необходима при продолжительной работе с текстом. Просто решили чиновники сэкономить на закупках и попросили поставить в MSX палкодер, выдающий черно-белый сигнал. Потому и монитор подешевле. Монохромный. А вот учителям повезло. У них были цветные мониторы EIZO 8020 с RGB. Поговаривают, что на них качество картинки сопоставимо с профессиональными мониторами, использовавшимися тогда на телевидении. Я очень хочу купить такой, но никак не могу найти. Будет несправедливо, если я вовсе не упомяну игры от Андрея Родионова, математика-программиста и композитора. Серьезный майор пистолетов спасает принцессу из лап Кащея. В игре надо пораскинуть мозгами, чтобы преодолеть все ловушки и комнаты в замке злодея. Распространялась она тогда из рук в руки. С учительского компьютера на ученический. По сети. Вообще, наших игр не так много сохранилось. И всегда большой находкой оказываются дискеты с неизвестными программами. Обратите внимание на надпись MSX Basic. Он сделан в сотрудничестве с японским отделением Microsoft. Я сейчас набрал код и загружаю его с кассеты, чтобы вы посмотрели, как из символов получается игра. Причем задается даже графика. Код игры я взял из японского журнала. На родине MSX были очень популярны. Выходила различная литература, а школьники и студенты присылали свои игры в печать для публикации и свободного распространения. Снилась ли такая открытость в Famicom? После Yamaha, Союз заполнили никчемные Дэйву с ужасающим качеством сборки. Затем MSX исчезли, а на смену им пришла советская электроника УКНЦ. Справился институт? Ответили конкурентам? Ха! Только внешний вид слишком похож. Да и Basic с MSX синтаксически совместим. Удобно ничего не скажешь. Не надо менять учебную литературу и заново готовить преподавателей. Спросите, зачем нам надо было закупать оборудование во всесоюзных масштабах? Политика дружественных отношений, серые схемы по отмыванию финансов. Все было в той или иной мере. Покупать ли MSX сейчас? Почем игры? Сам компьютер стоит около 5000 рублей. Хорошие игры от двух. Это немного, особенно если вспомнить цены на современные. Сейчас проходит последнее испытание новая ревизия флеш-катриджа от нашего соотечественника. Цена примерно 5000. Друзья, если вам понравилось, делитесь видео, оставляйте комментарии и заглядывайте в мою группу. На этом все. Пока!